Хлеб да соль Шеф-повара ресторана «Северный» Сергея Корниенко Сергей, здравствуй Привет Скажи, пожалуйста, я знаю, что вы уже медленно, но верно начинаете готовиться к Новому году В ресторане меню как поменяется? К Новому году у нас тоже сделано новое меню Чтобы гости порадовались вкусными блюдами именно в новогодние ночи и предновогодние недели Ну, это все впереди, а что мы будем готовить сегодня? Сегодня мы будем готовить салат из запеченной свеклы с корнем фенхеля Фенхель – это познакомь меня с фенхелем Корень фенхеля – это корень фенхеля Очень приятно По вкусу это скорее что-то из семейства анисовых, но обладает сладким анисовым вкусом Очень вкусно гармонирует с салатом Будем готовить его с айсбергом, с филе апельсина Айсберг – это что? Айсберг – это у нас салат Еще раз повторюсь, с запеченной свеклой, чтобы все микроэлементы и вкусности этой свеклы сохранились внутри И с говяжьей вырезкой – это будет такой теплый салат То есть сам салат будет холодный, но там будет присутствовать обжаренная теплая говяжья вырезка Я смотрю вырезку, ты таким кусочком представил на столе Надо ли ее будет, тем, кто повторит наш рецепт дома, надо ли будет ее отбить или что-то? Нет, ее не надо будет отбивать, просто вот небольшой кусочек, который ты в дальнейшем посолишь, поперчишь Положишь на горячее масло и обжаришь с розмарином со всех сторон до сковороди и доведешь до готовности Понятно, давай приступать Ты командуй мне, да? Я командую тобой, тебе надо взять кусочек вырезки, выложить его на стол Взять черный перец, соль, поперечить, посолить со всех сторон Перец, соль После этого ты включаешь сковородку, наливаешь на нее оливковое масло и обжариваешь Я тем временем зачищаю апельсин от корок, чтобы получился очищенный апельсин И вырежу из него аккуратненько красивые филешки А можно же было на терке срезать или так лучше? На терке мы бы с тобой срезали только бы цедру То есть вот ту белую часть, которая находится под цедрой, она бы у нас осталась, все было бы вообще неудобно очищать Берем просто острый нож и аккуратно вырезаем вот эти долечки То есть вот мы ее вырезали, выложили, получилось очищенное филе без каких-то пленок То есть в нашем салате оно будет как нельзя лучше гармонировать Ничего не будет мешать, только будем наслаждаться только апельсином Только будем, так сказать, проглатывать эту вкусноту и все Включаю пока, нагреваю плиту, то есть сковородку Да-да, все правильно, мощный, вот это больше То есть где-то 180 градусов Где-то да Наливаем масло Масла у нас для этого блюда много потребует? Ну вот столько, да, наверное? Можно чуть больше А почему именно оливковое масло мы используем? Ну если ты заметил, у нас с тобой вообще необычный салат У нас запеченная свекла, филе апельсина, фенхель Поэтому он такой, наверное, с оттенком легкой Италии То есть мы можем представить, что у нас с тобой апельсины итальянские Светла оттуда же И говядина, может быть, где-то рядом бегала А мясо, кстати, как лучше класть на сковородку? На раскаленное? На раскаленное, чтобы мясо сразу же схватилось, началось жариться Любой продукт, который ты жаришь, ты должен ложить на горячую сковороду, на горячее масло Потому что ты его жаришь Ты его не тушишь, не варишь, а ты его жаришь Сковородка, смотрю, у вас боевая Сковородка у нас, да, боевая Любимая всех поваров Ведь так важно, да? Сковородка эта, что она должна не подвести Можно сделать вот такую тонкость Сверху положить кусочек розмарина Веточку, из-за того, что идет тепловая обработка Листочки немного нагреваются И отдают вот свой аромат непосредственно кусочку мяса Тем самым у нас мясо становится вкусным Настолько сильно нам нужно его обжарить? До готовности Ну и на самом деле все зависит от того, какую мы с тобой хотим прожарку увидеть внутри мяса Произвестно Странно, не должно Если мы с тобой хотим увидеть Все, переворачивай А, листик куда? А, вниз клади и сверху мясо И прямо на него Ой, вкусно Ходишь нам попробовать в Фенсере? Давай Ну, как? Как-то не очень Надо его с чем-то все-таки есть Нет, ну, сам вкус Вот именно анисовый тонкий вкус Есть, анисовый тонкий вкус есть Чем-то похоже на абсент Вот, я думаю, что-то мне не понравилось Так, а вино там и куда? Вино сейчас у тебя обжарится Ты еще у тебя там будет вот та сторона незадействована То есть ты на нее еще должен положить Обжарить с той стороны И после этого мы немного нальем вина Дадим для вкуса, для мягкости Да, чтобы чуть-чуть быстрее приготовить нашу говядину То есть, Сергей, пожалуйста Что это за салат такой? Как ты его назвал в начале программы? Салат называется айсберг Айсберг, да? То есть это не капуста как-то? Это не капуста Это кажется на первый взгляд Это что-то похоже на зеленый салат То есть, по принципу, это и есть зеленый салат Который гармонирует в различных салатах Он вкусный, он хрустящий Его лучше рвать в салат, не резать Получается красивее Да и процесс сам как-то Ну и сам процесс, да Ты чувствуешь эти листочки, ты их рвешь Сейчас нарежу туда запеченную свеклу Почему именно запеченную? Почему мы ее не варили? Запеченная свекла готовится быстро Запекается в фольге В обычном духовом шкафу В течение минут 40 градусов на 180 Вся прелесть включается в том Что она остается плотной Ее удобно есть И в ней остается вот именно тот вкус Именно той свеклы, которой нужен То есть, она не отдает в воду все соки свои? Да, да, да Возьмем для вкуса чуть-чуть добавим Листиков порея лука На самом деле можно не порей, можно какой-нибудь сладкий крымский красный лук Он будет, наверное, даже вкусней Опять-таки в этот салат вкусно добавить козий сыр Козий сыр? Козий сыр Козий сыр, ну, если не добавлять мясо А если обычный сыр, а не козий? Обычный можно, но из каких-нибудь мягких сортов Что-то наподобие, может быть, бри И что-то из этого Козий просто, ну, по-моему, это вкусно Я даже не знаю, пробовал ли я Как у него по вкусу что он напоминает? Он напоминает козла Можешь брать вот эту мисочку И аккуратно двумя ручками Вот так вот Приподнимая красиво это перемешивать Но не сменять Руками ты, своими пальцами То есть чувствуешь То, что ты делаешь, как ты делаешь Как говорится, тут как женщины Да То есть ты чувствуешь 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 И тем самым понимаешь Зачем тебе женщина Зачем тебе женщина Мнешь ты ее или не мнешь Все, и теперь выкладывай Только на края тарелочки не закидывай Да, листья салата То есть мы с тобой должны выложить Если мы с тобой приличный ресторан Давайте помогу А мы приличный ресторан А мы ему приличный ресторан То есть у нас с тобой это должно быть В тарелке Но не на бортах тарелки Потому что это неправильно То есть можно, если вдруг Кто-то испачкал борта тарелки Можно протереть, видимо, салфеточкой Да Так я тихонечко и научусь эстетично готовить Теперь чуть-чуть оливкового масла С мясом давай теперь разберемся Сколько примерно вина? Это, кстати, вино какое? Сухое? Это красное сухое Недорогое Оно нам нужно именно для вкуса Увеличиваем кипячение По-первых, размягчает мясо Ну, а во-вторых, да Это приятный вкус Сладкий цвет Определенную корочку Да, оно у нас с тобой, как ни крути Где-то глазируется в этом вине Стреляет Стреляет Ну, это процесс неизбежный на кухне Это да Немножко наше мясо покапризничало Постреляло Ну, ничего, бывает на кухне Тебе или не знать, да? Мясо мы порежем чуть-чуть наискосок Ой, ну, с кровью даже У нас роскошный Ре Посмотрит домохозяйка Скажет, о, они доготовили Нет, это как раз мясо Говядина, вырезка Одно из единственных мяс, которое можно есть сырое То есть различные тартары, карпаччи Это делаются из говяжьей вырезки В нем нет мышечных полок А поэтому оно мягкое? Да, оно поэтому мягкое В магазине, то есть просить вырезку? Ну, да Только иногда местные продавцы могут обманывать Они под видом вырезки продают мясо, то, которое они вырезали А не то, которое называется вырезка То есть надо понимать, какой это край Да, и как он должен выглядеть Мы делаем так, чтобы наш салат Мясо как будто накрыло сверху таким Ну, да, мы так аккуратненько Веером его выложили Тем самым мы можем еще Сверху это чуть-чуть украсить Пареем Все, что ли? Впрочем, да Ну, давай вкратце и быстренько напомним Что это за блюдо и как мы его приготовили Вкратце, это у нас с тобой салат Из запеченной свеклы с корнем фенхеля С филе апельсина салата майсберга Луком-пареем И говяжьей вырезкой И обжаренной соли и перца На оливковом масле с красным вином Итак, наш теплый салат готов Давай пробовать, Сергей Да, давай С чего нам начинать пробовать этот салат? Я с мясом Я тоже Закушу его апельсинкой с фенхелем И скажу вкусно Мясо со свежим апельсином Намного вкуснее, чем мясо без свежего апельсина А я, дурак, боялся всегда Смешивать Что? Мясо с ананасом, мясо с апельсином Ну это же вкусно Мне завидуют знакомые, что говорят Зато ты на работе ешь Да Мне тоже завидуют знакомые, что я на работе ем Спасибо большое Давай нашим морсом запьем все это С морсом вообще будет вкусно Ох, как здорово Кисленькое С сыра все-таки не хватает козьего Козье сыр бы дал бы нам пикантность Определенную этому блюду Ну, нет пределов Совершенно В следующий раз сделаем с козьим сыром Я напоминаю, что это была программа Хлеб да соль на ТНТ Онега Мы были в гостях у шеф-повара Ресторана Северный Сергея Корниенко Сергей, спасибо большое Я напомню, что нашу программу можно посмотреть В интернете по адресу ТНТ-дефисонега.ру Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова